так добрый день всем ребята это видео про то что я вернулся видите к чоку вот такой компенсатор сейчас разберем все почему что и как и все эти наработки мысли стрелы соберем в кучу и видео будет длинным длинным и посмотрим может быть кому-то пригодится это все вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первое с чего началось это наше видео Сейчас вставлю сюда его на уток Но опять же я тогда стрелял мелкой дробью Дробь Ростова Дробь Ростова Она просто пластилин Усип мне в принципе нравилась Там 50% кучности на 35 метрах были Но пошли под ранки Я начал решить что случилось Как бы на насадку На 0,5 вот такой же компенсаторный Давайте сейчас видосик посмотрим Немножко Я его не выкладывал Вообще видосик не выкладывал Но этот сюда вставим Плохо там конечно будет видно Но Немножко посмотрим Итак После этого видосика Я Острелял Видео есть на канале Эту насадку Этими же номерами Кучность Ну 50% есть Там уж 45 Опять же На мягкой дроби На той насадке была Режкость Да вроде как и есть Все К резкости у меня сейчас вообще вопрос Нет даже на штатной насадке На вот такой на короткой И Собственно Я это не принял во внимание Вот Потом пошла охота на зайца Постараюсь сократить Конечно Видео будет Очень-очень длинное Значит Взял я в этом году Зайцев Ну После себя Оставил 4 подранка Подранки живы Здоровы Видел после Двух дней После недели охоты Просто Либо в скользь Либо попадала одна Где-то в мясо И как бы пробивала И вот он бегал Бегает и бегает Уже без крови Немножко лапу он ставит Как бы Больно ему прыгать Но он заживет И будет жить 100% Вот Что получалось С насадки у меня 0,5 Компенсаторный Где такие коротенькие взял Чтобы попроще Все это показать Вот И потом в конце Сделаю Своё заключение Что и как Почему Значит Я вам рассказывал Про зайцев И про насадку Которую вот 0,5 Отзыв я там делал Бил я в бок Зайцев Бил я Тремя нолями У меня три ноля Ходовая дробь была Спуск контейнер Фетр Все фетр Короче Салют порох Вот на 50 метров Один поднялся Зайчик Стрелял я его Ну два раза Я его точно ударил Пока он хорошо шел А там Слобок с ним Слобок В общем Бил я его не близко Ободрали его Все дробь На вылет Дырка на дырке Просто он почему-то Не упал И вся на вылет Начиная вот там Возле шеи И до задней ноги Вот так весь Стрелял я его Шесть раз Пока патрунов хватило На зеленя выше Он дошел Потом Еще случай Другой заяц Ну как бы Насадка попадает Самое главное 05-я насадка Это просто огонь На дальнее расстояние Что не выстрел То в заяца Что не выстрел То в заяца Чего я не скажу С чоком Чоком бывает Бум Его как-то обкинуло Второй раз Бум Хоп Вроде и попало Да Вот с 05-й С каждого выстрела Прилетала Пусть одна-две дробины В заяце За 50 даже метров Вот я в этом году Брал заяцев На 70 где-то примерно Тоже сейчас Все расскажу Вот Другого стрелял Далеко там Через яр В общем Ушел Да Теперь Был боковой заяц Тоже метров 50 Наверное 60 В салончике Он мелький Я его ударил Он второй раз Мелький Я его ударил Ну и Собственно Вышли на след Вроде кровичка Кровичка Но опять же Видно Я его просто Ударил Как бы Вскользь На стрюх Шерсти Там И все Он почесал Почесал Ну Шли-шли-шли За ним В общем Не взяли Но самое интересное Было По чернотропу Раз Два случая Было И вот еще один Уже Ну тоже чернотроп Ну Снежка практически Не было У нас его и сейчас нет Значит Чернотроп Поднимается Мужички прошли Поднимается Заяц И В угон Стрелял я его Шесть раз Я ему так Зад отбил Что он До ярка Добежал Он бежал до ярка Он добежал до ярка И сел Я его забрал Нашел я его Вышел Вот если бы он крутнул Куда А то как шел Сразу и сел Как бы Вот Собаки Это она не брала Собака Пьела Сразу Ободрали Весь вот так В угон Весь дырка На дырке Бежал Это вот Когда у меня Пошли под ранки Потом Я Был Там с другом Вот так вот Я рочек Этого зайца Наверное Лет пять Наверное Еще я не забуду Вот Я рочек Вот там машина Где-то стоит Уже к машине шли Вот он Мы тогда подняли Много зайцев Тогда я Двух штук Я тогда Хорошо стрелял И вот это Под ранки Значит он По ярочку Идет Кричит Ну что Куда пойдем Он у него Срывается С ярочка Я прямо Над ярочком Стою И он бежит От меня Метра три Вот так Боковой Я стволом Веду Думаю Куда же Тут денешься Только хотел стрелять Он По дну Я рочу Он Он равняется С одной Меня усек И наискось Как даст Да так быстро Я вижу Мушка Внизу А заяц Вверху Взлетает В общем Поспешил Я два раза Выстрелил Потом думаю Не поднимайся На ярок На ярок Он поднимается В угон Опять метров Тридцать пять Хлоп Пух Полетел Заяц Понешься 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 Вроде как Немножко Тормозил Потом Понешься Понешься Мы его не взяли После снежку И вот это Потом я его Через неделю Видел Живой Здоровый Вот То бишь Я ему попал Скользь Одной дробиной И где-то Может быть мясо Ногу пробил И все Начал я стреливать Насадку В принципе Кучность у нее Заявленная 50% Есть Все Вопросов нет Вопрос у меня был Только Наверное К дроби Поспешил я ее Поменять Я вам скажу Потому что 05 насадка Мне и сейчас Ее особо нравится Она немножко шире Ну насколько Она ровно ложила Даже эти нули Даже эти там Другие Номера Дроби Очень Она мне Нравилась Вот Дальше Подписчик Там у меня Забрал эту насадку Он там С ней уже вроде Как взял Заяца Или не зайца Дичь какую-то Закручиваю я Вот эту насадку Потому что С моей насадкой Четырехдневной Досталкой Длинной Произошел сбой Сдек не работал И я с вот этой насадкой Отходил Четыре охоты Вот за четыре охоты Я взял два зайца С нее В принципе Больше я не стрелял Там где-то далеко 05 Я не заморачивался Тогда Я понял Что порох Салют Надо сразу исключить Для короткого стола Я зарядился соколом Сокол на том же Пусть в контейнере Все Первого зайца Я не считаю Я бил там 15 метров было Налевка С КМ Заводским Хлоп Он упал Его сложило А вот второй зайц Ребята Я У меня просто Общаясь мыслей Много в голове Я наверное Все даже не расскажу Вот отец Вот я Вот отец Вот тут у нас Впереди собака Я вижу Она вот так Метра два зайца Прошла и пошла вниз Мы с ним равняемся Он нас Он нас уже Вот допустил Он поднимается Я думал собака Мелькнула Потому что там трава Такая Он мельк И потом Назад летит И поднялся метров сорок Вот тут еще метров десять Бежал Это точно Ну в общем На 50 или на 60 метров Я его стрелял Налевка Сокол Сам заряжал Налевка Азотовская Мягкая Вот этой насадкой Я ее даже не вычистил Еще В общем Сантиметров 70 Я кидал вперед Я его как бы бахнул Он упал Подошел Он вот так лапой Одной подел И все И не добивал Как бы ничего А ободрали Лапа задняя Вся пропеллером Где-то вверху ударена Тут две в ботину И передняя лапа Вся пропеллером Тоже вверху Где-то ударил По этому Ну может быть Там где-то и шея Не знаю Голову как бы отрезали И Что меня удивило 60 метров Порох Сокол С короткой насадки То есть Это был только сокол Заводской дробью Я Про номера Дробью Расскажу Даже может В следующем видео И Зайца я прошил Несколько дробин В шкуре С той стороны Пробили его Вообще А некоторые Там где-то Вот Ну обдирали И как бы Ну видно Что Где-то она там На выходе И это было 60 метров До зайца И Пусть там И теперь вопрос А зачем мне Три нуля Если у меня Я заказал Сейчас налевку Твердую Надеюсь Придет она мне Скоро Я сделаю тест У меня есть Заводская налевка Разная Там И Заказал Налевку Бутылку И На следующий год Я буду стрелять Только дробью Номер 0 Моя Три 0 Прошивает Зайца На 70 метрах Резкость Ну Вот Сейчас у этого Ружья Ну просто Супер Я подобрал Патрон Настолько Резкий То просто На удивление Моя Три 0 Прошивает Зайца На вылет Без разницы Ребра Вылетают Лапы Отлетают Дроби Вообще Нету 70 метров 3 0 Какая Ужья Резкость Я тогда Еще почесал Затыльник Свой И сказал А зачем Мне 3 0 Пусть Моя Налевка Пробивает На 70 метрах Его до середины И ему хватит Плюс Еще Ее Больше Попадет Поэтому Все Там Что Четвертый Там Пятый Выстрел Понятно Там 4 0 Полетит Но Первые Выстрелы Которые Там Даже До 70 Метров Не надо Никаких Там 3 0 И прочих Я Свою Дробь Нашел Я расскажу Почему Есть Некоторые Очень Хорошие Номера Почему То Ими Мало Кто Пользуется Ну Приоритет Только Эти Номера Ввиду Их Вот Такой Резкости Тем Более На 70 Метрах Не надо Ни 3 0 Не надо Ни 2 0 Не надо Там 4 0 Или Какую-то Ну Тем Более Единицу Вот Что Самое Интересное Единица Не достанет На 70 Метрах Это Уже Проверено На 60 Даже Вопрос Потому Что Будет Подранок А Нужен Именно Номер 0 Я Почему Говорю Потому Что Много Лет Стреляя Смотря Как Знакомые Палят Этой Этим Номером Почему-то Мало Используем В основном В магазинах Единица И И Все А я Буду Заряжать Сам У меня Дрог Придет 10 Кг Скоро И Именно 0 Вот Удачный У нее Вес И Сопротивление Ну Диаметр Очень Удачливый Потому Что Ну Очень Она Как Деды Говорит Прожигает Именно Левка Ладно В общем Поспешил я О номерах Дроби Потом Поспешил я Я Насадку 05 Конечно Заря Как бы Отдал Я потом После отстрела Понял Это все Каждой Насадке Каждому Сужению Своё Снаряжение Обязательно Свой пыш Контейнер Чтобы Не быть Голословным Я Остреливал Видео у меня Было С насадки 05 Очень хорошо Полетел Пыш Контейнер Фетр Почему Ну Вот У меня Волландии Здесь Лепестки Такие же Толстые Потому Что Он Очень Хорошо В этой Насадке Ну Не Согласуется А Сейчас Мы Разберем Вот То Есть Какой Смысл Большие Сужение Ну В смысле В диаметре 05 Да Нужен Пыш Контейнер Толстый Если 075 Или Единица Нужен Пыш Контейнер Тонкий Это Есть У меня На Острелах Я Менял Пыш Контейнер И у меня Четыре Два Ноля Полетело Намного Лучше Чем Даже С 05 Есть Вот Такой Что Таким Пыш Контейнером Хотя У меня 05 Кое Где Там Выигрывала По Количеству Попаданий От Чока Есть На Видео Вот Поэтому Для Чока Я Вернул Себе Чок Я Его Стрелял Значит Разница На Дроби Номер Ноль Вы Все Видели Там Максимум 10 Дробин Это При Том Что Я Не Подбирал Ни К Вот Этой Насадке Пыш Контейнер Ни К Чок Пыш Контейнер 10 Дробин На Легкие Ну Как Есть Разница Но Ни О чем Плюс 5 Дробин От Выстрелок Выстрел У нас Всегда Играет А То И 10 И Вы Видели Как Чок Лупанул 35 И 49 И Что Это За Насадка 35 Это Хуже Чем 0 5 И 49 Это Лучше Чем 0 5 Но Опять же А Когда Он Так Стрель На Как Выстрел На Первом На Втором Может Он Два Выстрела Мои На Легкие Вообще Раскидает И Прилетит Туда 35 Вот В этом Плане Чок Меня Сейчас Как Нервирует Так Сказать Но Я Подобрал Под него И Буду Еще Подбирать Буду Остреливать ПЖ Контейнеры И Обертки И Все Остальное Мы Посмотрим Что Чок Может Все Так И Стрелять Стабильно Вот Этой Пятеркой У меня Тогда Прилетало 40 Штуку 75 Да Ничего Себе Это В половину Разницы Это По Моему Заводской Патрон Был С Четко Стабильно Ложит Каждый Выстрел Пули С нее Хорошо Полетели Там Карт Есть Неплохо Ну Вот Для 05 Насадки У нас Вот Такие Пыши Контейнеры Либо Обертка С Гильзы Либо С Пакета Сока Чок Начинает Стрелять И Начинает Стрелять Стабильно 40 40 Там Попало Или 40 42 Есть У меня Уже Отстрел Для 05 Все Проще Пыш Контейнер Не знаю Может быть Даже И такой Еще Кучнее Ударить Может Быть Нет Ну На Пыше Контейнере Фетр Она У меня Стреляла Отлично То есть Тут Меньше Заморозик Вот Я 05 Насадку Брал Она У меня Всегда Любое Снаряжение Она У меня Всегда Стабильно Бьет Чего Не скажет Про Чок Самое Главное Ребят Что Вы Не Видели Нигде Это То Почему Чок Ребят Эту Усыпь Я Уж Голову Себе Сломал Вот Смотрите Вот Он Наш Пыш Контейнер Видите 05 Насадка Ну Вот Там Он Чуть Чуть Не Съехал А Здесь Которые Разорванные Были Они Чуть Чуть Наехали Ну Это Ничего Если Я Разорву Все Лепестки Они Давайте Все Так Разорвемся А То Тест Ненаглядный Получается Да Разрывайтесь Вот Что Получается Сейчас Я Определю Почему У меня 05 Так Стреляло Смотрите Вы Видите Лепестки Ложатся Ровненько Они Немножко Сжались И Все Вы Представляете Вот Этот Пыш Контейнер Главпатрон Да То Самое Здесь Фетр Очень Хорошо Работает Пыш Контейнер Фетр В чоке Пыш Контейнер Фетр Не Работает Я От Фетра Пыш Контейнера Ухожу Я Оставляю На Мелкую Друг По Уткам И Все Но Знаете У меня Будет Либо Главпатрон Либо Что То Еще Но Я Все Стреляю Я Вот Такое Стреляю С Абтератором Аж 15 Аж 16 Стреляю Фетра Контейнер Что Происходит В чоке Ребята Толстые Вот Такие Лепестки Пыша Контейнера В чоке То Бишь Фетра Или Какой То Другой Они Друг На Друга Налазят Вот Так Из-за Этого Представляете Вот Здесь Вот Лопух И Вот Здесь Вот Лопух Наша Ости Распределяется Либо Вот Так Либо Как То Вот Так Либо Как То Ее Рвет И Вот Это Непостоянство Которое Нам Дает Пыш Контейнер Только Он В этом Виноват Уверен 100% Потому Что Стрель Без Контейнера Без Контейнер Снаряжение Чок Лучше Ложит Ну Вот Скажу Так Чок Без Контейнера 40 40 У меня Есть Уже На Видео Попадает Это 05 С Контейнером С Контейнером Фетра Тоже Будет 40 Там 42 Попадать Вот Такая Разница Но К чоку Надо Подобрать Все Таки Вот Это Снаряжение Чтобы Пыш Контейнер У нас Не Наезжал Друг На Друг На Выходе Представляете Как Сомнет Вот Эти Лепестки Они Вот Просто Вот Так Наедут Друг На Друг А У Фетра Их Два И Они Толстые И Шобут С Наши Осыпи Вот Вот Так Так Сюрнутая Получается Как То Она Вот Так Распределяется Не По Кругу Сужений А Как То И Вот Она Уна Стрелется И Вот Собственно Вопрос Те Кто Стреляет Заводскими Там Патрун Фетр Под Вот Такую 0.5 Под Компенсатор Ну Просто Будет Супер Сколько У Миня Знакомый Там Такой Стреляет Сколько Он Добыл С этой Насадки Плюс Что Я Заметил С 0.5 Насадки Не Полетела 3.0 Вот Просто Она Не Полетела Она Летит Ровно Она Хорошо Ну Я Говорю Две Вот Убьет Одна По Шкуну Рвет Пух Зайцу А Другая Где Небудь Там Мясо Зацепит В Лапе И Все И Поэтому Если Б Я Стрелял Налевкой Я Б Эту Насадку Никогда Никуда Не Дел Вот Эту Длинную Ну Я Привык Что Чок Немножко Тремя Налями Лучше Ложит И Я Привык Что Чок У Меня Не Делал Подранков В угон Поэтому Что Как То Сложилось Ну Опять Ж Я Ребята Оставил Чок Может Быть Я Еще И Верну На 0.5 Потому Что Там Меньше Заморочек Там Кинул Контейнер Она Стреляет Чок Будет Стрелять Только Без Контейнера Обертка Какой То Тоненький Контейнер Который Ни На Что Не Повлияет Либо Ему Вот Здесь Делать Еще Больше Прорези Вот Так Прямо Чтобы Лепестки Не Наплывали Друг На Друга Вот Это Вот Это Вот Так В Чоке Это Вот Она Наша Причина Тонкие Лепестки Если Лепестки Фетра Наплывут Друг На Друга Какие Они Толстые Ребята Вот Она Наша Овщепь Летит Как Попала И Нет Стабильности Поэтому Почему Говорят Некоторые Да Био Дайте Био Да Био Еще Кучнее Вот Био Пыжом С чока Будет Еще Кучнее Нежели С контейнером Эти же Патроны Тоже Проверено Поэтому Поспешил Очень хорошая Насадка Мне Она Нравилась Ее Отобрали Ровно И пулями Стреляла Ровно Осип Очень Ровно Просто Надо Было Либо К 0.5 Подбирать Либо Все Таким Менять Ее На Чок Потому Что Я Просто Привык К Чок У Меня Мц 21 Было С Чок У У У У У У У У У 21 У У У 153 Было С Чок С С С Собственно Попробую Я В Видео Подобрать Все Таки Будем Стрелять Четырьмя Налями Либо Тремя Ну Тремя Я Как бы По Снегу Стрельного Посмотрел Мне Интересно Четырьмя Налями Подобрать На 100 Метров такую кучность как была с 0 5 вот 0 5 а четырьмя нолями стреляла ну просто шикарно налевка с нее летит ну просто шикарно 20 с нее летит и единица с нею очень хорошо летит 30 сне у меня не пошло вот собственно и причина смены нашатки я поспешил просто-напросто ну как бы ничего страшного чок буду пристреливать теперь чок короче буду менять пыш контейнер вот знаете где я ошибся я отстреливал пузы контейнер у меня было видео чедит фетр там еще какие-то я стрелил их мелкой дробью я там не увидел разницу а вот когда сюда запихнешь нули и смотря какое сужение вот тогда это разница большая вот я говорю на прошлых отстрела где я там тестил 0 5 и чок и кдф чок поставил главпатрон а 16 там ну картинка была двух нолей ну просто изумительная 30 32 попала ровная ровнейшая и вот это то как должна стрелять насадка и мы можем там с 0 5 получить там смены пыш контейнера да то же самое у нас и чок нужно подбирать именно пыш контейнер потому что случае заводскими патронами там вы ничего не сделаете только смена патрона здесь я кручу сам я пыш контейнеры все протестим посмотрим что как полетит 4 0 полетит или 3 0 такого там с другого в общем все это я думаю отстрелять как получится не знаю но расстреляем собственно вот такая беда и вот эти вот наезжание вот такие в чоке лепестков это просто идет да еще что пыш контейнер фетр по голландии у нас все так такой же толстый по уткам мне нравится работает изумительно все а вот когда зимой даже когда разрывать лепестки отрывается бывает один виду того что пластик дубеет поэтому как я заметил четырехлепестковые немножко лучше и опять же с чока и вот такого плана там тонкие тонкие нужны не не толстые вот эти ребра вот поэтому ну будем пробовать я стрелял с чока на закрытие зайца я стрелял его далеко три ноля опять же летела четыре ноля дремя не попал попала четыре ноля наискось там заднюю лапу и когда он выскочил с чока моя четыре ноля ударила возле хвоста в левую вот эту ногу вот так наискось пошла рикошетом от ребер и ушла вверх и в шкуре сидит в спине спине ну зайцу конечно все вот забрали моего но резкость я его стрелял очень не близко резкость мне позволяет уйти на номера 0 единицу именно резкость сейчас которая есть потому что мне смысла нет стрелять даже темноте 70 метров четырьмя нолями ну нету вообще смысла стрелять потому что туда летит очень хорошо дробь номер 0 все поэтому много конечно еще чего хотел сказать не сказал ну и так видео уже затянулось ну пока вот так так что хотите стабильно стреляющую насадку можно брать 05 берете пыль же контейнеры желательно на такие толстые любит хотите может быть вот опять же видите вот смысл смены моей насадки 0 5 на чок я пока на дроби номер 0 не увидел на дроби номер 4 0 5 уделывает чок это просто на раз и на некоторых других номерах которые с него летят так 3 0 вот все когда полетела плохо с 0 5 хуже полетела все к лучше но что я хотел сказать мне на дроби номер 0 по крайней мере вот те стрелы которые есть не будем там голосовыми из чока лучший результат 49 35 уже разница больше десяти дробин на порохе салюта потом там тоже 40 там что-то это но когда опять разница там было когда я зарядил без контейнера она ударила 40 и 42 штуки и 0 5 ударила также там там 39 и 40 то есть смысла смены насадки я не видел если только без контейнера заряжать чок и мы получим кучность как с 0 5 в контейнере да вот примерно вот такие пропорции но я надеюсь что человек у меня застреляет еще кучнее и вот буду приближаться очень интересный результат на 100 метров потому что 0 5 просто порвал очок я не знаю как нас на 100 метрах по 4 выстрела этом делал вот и посмотрим в плане попадания 0 5 била как-то лучше потому что у тебя вы что не выстрел то в цель но было там два раза бывало один раз приходила стрелять было там два раза бьешь там видишь он еще как бы пытаясь обижать там еще раз его чтобы не гоняться за подранком ну подранки были подранки были в угон опять же в угон они у меня были еще когда вот я стрелял еще одного зайца 0 5 либо за этих такие крепучие либо я просто не знаю что со мной что случилось вроде как ничего со мной не случалось патроны держу все те же стрелять еще не застил все вот выскочил он у меня метров метра три я остаюсь от него по траве как зашелестел там травяга по по колено реально я не вижу его я вижу трава ходом ходит он выходит на чистая но уже так там метров 20 было в угон опять же я его бах 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 сколько его ты три раза него хорошо ударил остальные это уже не считаю он там мелькнет появится дальше и он пошкандалял выскочил на пашню я набиваю патроны следом снежок был собака была как бы тогда по на его но она не успела там далеко я за ним за ним за ним и я тоже подбежал метров на 70 к нему я вижу что он уже не уйдет у меня уже 6 патронов заряжена и он пытается на болото бежать и он то прыг прыг и сел я его сидячего это же тремя нолями ударил он и не дернулся упал обдирали все на вылет в общем вот я тогда да насадка классно бьет и либо как-то у меня полу не полу в общем с тремя нолями у меня какая-то засада было четыре ноля как с ней летел вы видели что там говорить налевка как с нее даже вот это летит просто шикарно просто вот чок даже не догоняет бывает перегонит новому стабильности учёка нету нету стабильности вот это меня опять бесит так сказать потому что то 49 то на тебе 35 хватит одинаковые патроны все поджимал все как бы одинаково и его такие результаты и на заводских такие же результаты есть но опять же говорю это вот пыш контейнер виноват только пыш контейнер